Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главном. День защиты детей начался с не очень приятного сюрприза. Карагандинские паводки принесли рыбакам большой улов. Магазин Кенга дарит подарки. День защиты детей начался для малышей из детского сада города Шахтинск не с очень приятного сюрприза. Три группы с казахским языком обучения на грани закрытия. А причина – нехватка кадров. Теперь родителям придется вести своих чад в другой конец города, чему последние крайне недовольны. Родители трех групп с казахским языком обучения детского сада Бутагос новость о закрытии восприняли невесело. Вот уже месяц они обивают пороги всех инстанций. Требую, чтобы их оставили. А в отделе образования их утешают тем, что 75 малышей будут обеспечены местами в других дошкольных организациях. Но добираться туда совсем неудобно. Почти через весь город, говорят мамы и папы. Даже Нурсултан Абишевич постоянно делает упор на казахский язык. Мы хотим, чтобы наши дети знали государственный. И при этом садик был не так далеко. Ведь у многих у нас по двое детей. Ранее учебное заведение было открыто по программе Балапан. Но уже с 2014 года они прекратили набирать детей в группы с государственным языком обучения. Так как воспитателей в эти группы найти тяжело. Родители же это понять не хотят. Почему в этой ситуации должны страдать дети, заявляют они. Руководство само не работает для привлечения нужных специалистов. Они же не дают нужной рекламы. Многие о вакантных местах даже не знают. Например, у меня есть родственницы, которые с удовольствием пришли бы работать сюда. Директор дошкольной организации оправдывается. Мол, специалистов, соответствующих нашим требованиям, нет. По ее словам, за 9 лет они были вынуждены даже переступать черты закона, оформляя нагрузки на считанных работников. В нашем детском саду дефицит кадров на госязыке обучения – это действительно дефицит. Молодежь не идет работать в детские сады. И детки казахской национальности услугу психолога, музыканта, изо студии, спортинструкторов получали на русском языке. А в отделе образования утверждают, что в ближайшие 5 лет казахские группы не закроются. Но о том, что детский сад «Бутагос» придется сделать полностью русским, и не скрывают. Новый детский сад будет полностью садником с государственным языком обучения на 180 мест. В связи с этим нами было принято решение не закрывать действующие группы «Бутагос». В городе Шахтинске 8 детских садов. Всего 2 из них казахскоязычные. Чтобы не дать закрыться 3 группам, нужно как минимум 6 воспитателей и 3 помощника. Где найти нужных специалистов – вопрос хороший. Поэтому руководству и специалистам отдела образования нужно потрудиться, чтобы привлечь туда нужных кадров. Айам Амрина, Жасулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Караганинский. 31 мая в Казахстане – День памяти жертв политических репрессий. Для истории Карагандинского региона дата особенная. В шахтерской столице около памятного знака в Михайловке прошел скорбный митинг. Бывшие репрессированные и их потомки вспомнили всех безвинно ушедших из жизни людей, которых обвиняли в шпионаже и других вымышленных преступлениях. В застенках Карлага только по рассекреченным данным погибло более 500 тысяч человек. По неофициальным – около 3 миллионов. В их числе – женщины и дети. В скорбный день к памятному знаку пришло много людей. Среди них молодежь, руководство города и представители духовенства. Все несут живые цветы. Для Лидии Лепко, как и для других карагандинцев, эта дата оставила гнетущий след в жизни всей ее семьи. Сама женщина родилась в поселке Новая Тихоновка. Многочисленные родственники из числа репрессированных в годы войны. Но, несмотря на столь тяжкое клеймо, смогли доказать, что всегда оставались честными людьми, патриотами своей родины. Дядя по линии матери стали почетными шахтерами. Дожили до глубокой старости. С достоинством мы их проводили в последний плод. Мама тоже работала в шахте. Неделями не выходила. Вспоминала часто День Победы, когда их вывели из шахты, объявили победу. Сколько было радости. В городе Харея, я тут безборную властью убиену. И сотворим вечную память. Вечная память, вечная память, вечная память. Сегодня каждый вспоминал своих близких, их нелегкие судьбы. И верил, что подобные страшные моменты истории больше никогда не повторятся. В завершении митинга карагандинцы возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий. Николай Кровец, Алжас Габасов, Арман Нартаев. Первый карагандинский. На Спасском мемориальном комплексе прошел митинг-реквием. Здесь же открылись еще два памятных знака погибшим в Карлаге с цельным эстонцем и испанцем. Наш корреспондент Амин Азмакова. Более подробно. Каждый год Спасский мемориальный комплекс собирает всех представителей ряда дипломатических миссий, этнокультурных объединений, политических партий, неправительственных организаций. Люди вспоминают тех, кто так и не смог вернуться к себе на родину после лагерей. Здесь покоятся более пяти тысяч цельных из многих других стран. В этом году установили еще два мемориала погибшим испанцам и эстонцам. Испанский памятник удалось открыть благодаря бизнесменам из этой солнечной страны, которые работают в Казахстане. 14 их соотечественников покоятся в казахстанской земле. Мы приехали, чтобы почтить памятью всех тех, кто не смог вернуться в Испанию, а также тех, кто вернулся, вытерпев ужасные испытания в концлагерях. Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель возложил цветы к мемориалу. Он отметил, что со сталинским террором связана одна из самых мрачных глав истории эстонского народа. Памятный знак, который мы открываем сегодня здесь, станет вечным напоминанием о тех эстонцах, чьи жизни оборвались в степях Казахстана. Священным долгом последующих поколений будет снова и снова возвращаться к этому камню, чтобы сердечно поминать здесь тех, кому не суждено пройти земной путь вместе со своими родными. Спасское кладбище включает в себя уже 25 мемориальных памятников. В этот день скорбные митинги прошли по всей бывшей территории Карлага, в том числе в поселке Долинка, где находится музей памяти жертв политических репрессий. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Осталось полгода до завершения легализации имущества в Казахстане. Это позволит увидеть реальную картину скрытых от государства доходов. У жителей Караганды еще есть время, чтобы ценные бумаги получили юридическую силу. С 1 сентября 2014 года каждый житель Казахстана может легализовать свое имущество. Сюда входят деньги, ценные бумаги и недвижимость, которые находятся как в нашей стране, так и за рубежом. Прием документов ведется в городском Акимате. Геннадий Жмук, один из членов комиссии, призывает всех карагандинцев активно подключиться к проводимой акции. Срок подачи документов для предъявления имущества, кроме денег и легализации, будет проводиться до 30 ноября текущего года. Естественно, по итогам легализации будут результаты легализации. Предположим, в те годы, первая легализация, которая в 2001 году, порядка 500 миллионов долларов была собрана. Вторая легализация принесла в бюджет порядка 7 миллиардов долларов уже. Из них порядка 600 миллионов, что ли, только сбор за легализацию. Операторами по легализации денег являются банки второго уровня. За имущества, которые находятся за рубежом, отвечают налоговые органы. Именно они принимают все заявления. Что касается недвижимости, которая находится на территории нашей страны, то здесь работают специальные комиссии в городах и районах Карагандинской области. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Играя и веселять отметил Всемирный день защиты детей магазин «Играйка». Проводить праздники вместе с детьми для взрослых стало уже традицией. Вот и в этот день сотрудники магазина радуют своих клиентов любимыми миньонами, другими сказочными персонажами и соревнованиями. Праздник прошел успешно. Самые быстрые и ловкие получили ценные призы. Веселые выкрики «Играйка» сопровождались играми и танцами. Активные дети, веселые герои создавали непринужденную атмосферу ребячества. Ловкость и быстроту малышей можно понять, ведь призы у «Играйки» заставят активизироваться даже очень ленивых. А самый юный клиент магазина «Инсур» сегодня в центре событий. Он завоевал приз зрительских голосований в фотоконкурсе. Правда, пришел он сюда не сам. Пока что на руках у мамы. В сегодняшнем мероприятии мы очень благодарны организаторам. Нам очень понравилось. Рады, что наш «Инсур» победил. Он уже, хотя такой маленький, уже не в первый раз побеждает. Дарить подарки и радость – самое любимое занятие магазина «Играйка». Сегодня у них все для детей. Веселые старты, прохождение по туннелям и полеты на сказочные остановки – все это для малышей организовала «Играйка». Мы хотим поздравить всех деток. И для этого пригласили сегодня клоунов, сделали программу для деток, чтобы они могли повеселиться. Мы уже наработали постоянных клиентов. Благодарим, что они к нам приходят. Рады их сюда видеть. «Играйка» – это мир детства, в котором каждый малыш и его родитель найдут забаву по душе. Игрушки направлены не только на организацию интересного досуга ребенка, но и на развитие мышления и памяти. Весь ассортимент сертифицированного товара в основном экспортируется из России, Белоруссии и Украины. Мир детства открыт для посетителей самого разного возраста в нашем городе и Тимиртау. «Играйка» с нетерпением ждет своих старых и новых посетителей. Аймамрина, Олжас Кабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. А магазин «Кенга» дарит подарки. В честь самого яркого летнего праздника – Дня защиты детей – для маленьких жителей нашего города устроили праздничную программу с брендовыми призами. Викторины, игры, веселые забавы не оставили равнодушными никого из малышей. Окунулась в мир детства и наш корреспондент Аймамрина. Вот такие несложные, но в то же время курьезные вопросы задавали работники магазина «Кенга». Победителей награждали брендовыми игрушками. Никто из собравшихся малышей не остался без внимания. Призы достались каждому. Один из таких счастливчиков – Константин Осанкин. Коллекционер игрушек «Кенга» сегодня пополнил свою копилку еще одной новой, да еще и бесплатной забавой. Я выиграл вот такой вот набор, куда можно ложить вот эти вот бобы и вот эти вот «Старвардс». И ручки выиграл, два игрушки в магазине «Кенга». И в будущем тоже буду покупать. Сотрудники магазина «Кенга», подарившие детям радость, в таких мероприятиях участвуют охотно. Сами им интересно вернуться хоть на денек в детство и подарить своим маленьким клиентам праздник. Магазины брендированных игрушек в шахтерской столице пользуются особой популярностью у ребят и их родителей. Ведь для постоянных друзей «Кенга» разработана дисконтная система скидок и поощрений. А также у нас на окончании учебного года скидочки предусмотрены для деток, скидки различные от 20% и выше. Приходите в наши магазины, покупайте подарки деткам, участвуйте в конкурсах, в розыгрышах. Сеть «Кенга» предлагает своим покупателям только фирменные игрушки. Качество товара отличное, ассортимент огромный, говорят они. К тому же она постоянно обновляется новыми и оригинальными коллекциями. А самое главное, игрушки безопасны для детей и приятно радуют по цене. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, говорят сотрудники магазинов. И ждут всех по адресам Юго-Восток, Торговый центр «Мечта», Торгово-развлекательный центр «Ситимол» и в магазине напротив «Цума». «Кенга» рад обслуживать маленьких карагандинцев с 10 часов до 20.00 вечера. Аймамрина, Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский». Продолжаем выпуск. День защиты детей. Общенациональное движение «Казахстан-2050» и предприниматели Караганды отметили грандиозным автопробегом. Более ста машин и мотоциклов с флагами проехали по улицам города. Но главное было не только в караване машин, а в тех подарках, которые они подготовили для детей-сирот. Автопробег начался задолго до назначенного времени. Машины надо было подготовить к торжественному проезду по центральным улицам города. Да и объединить в колонну самых разных водителей непросто. Машин множество и каждой надо определить свое место. Главное – привезти подарки в детский дом. Это около 10 спутниковых тарелок для приема устойчивого телевизионного сигнала. Пусть ребятишки пополняют свой кругозор. Пусть дети, которые там находятся, радуются, смотрят телевизор, наши отечественные программы, в том числе и первый карагандистский телеканал. Привлечь внимание к детским проблемам можно по-разному. И хоть у нас и существуют социальные службы, активность рядового гражданина в этом вопросе немаловажная составляющая. Можно развести руками и сказать, а что я могу сделать. А можно просто сделать приятное маленькому человеку и призвать к этому других. Хотим заехать в детский дом, подарить подарки детям, дом инвалидов к этому мероприятию. Колонна отправилась в путь. Конечная цель – Маякудокский детский дом для детей с повышенными потребностями. Их там уже ждут. Небольшой концерт воспитанников. Праздник без песен и танцев – не праздник. Раздача подарков. И все. Нет. Не надо забывать доставленную радость детям, которые будут еще долго помнить об этом празднике. Сергей Высокосов, Лужас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинские паводки принесли многим не только урон, но и прибыль. В районном центре Бутагора вблизи дороги образовалось новое озеро, где ловят свою удачу заядлые рыбаки. Клев, с их слов, приличный. Более подробно Амина Смакова. Рыбаки из многих поселков уже почти два месяца каждый выходные приезжают сюда, в Батакару. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Апрельские паводки прямо возле трассы образовали большой водоем. Близлежащее водохранилище переполнилось, и рыба оттуда попала в новое озеро. Ветер, когда отсюда был с асфальта туда, тогда лучше клевало. Килограмм 18 вот мы на тревоге поймали. Отсюда без килограмма карасей или окуней никто не уезжает. Рыбаки не нарадуются. У лова много и место удобное, прямо у дороги. Многие своим ремеслом даже позаработать успели. На рыбу спрос большой. Жаль только, говорят мужчины, такое благо ненадолго. Скорее всего, новое озеро высохнет, и тогда придется вновь трудиться, чтобы вкусно поужинать. Но без труда, как говорится, не выловишь и рыбку из пруда. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Амансово Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова